На стадионе юные жители Гостогаевской. Среди зрителей глава города Сергей Сергеев и депутат Госдумы Иван Демченко. Юбилей станицы пришелся на год 80-летия образования Краснодарского края. Среди тех, кого сегодня особо отметили чемпионка Европы по самбо Мария Дорофеева и тренер по боксу Марина Голубева. Рядом со стадионом 14 новых тренажеров. Общая стоимость площадки 1 миллион рублей. Это подарок от городской администрации. Уважаемые станищики, я хочу искренне поздравить вас с юбилейной датой основания станицы. Пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, процветания вашим семьям и долгих лет жизни. Воля Гостогаевца оказывает очень большое влияние на те решения, которые принимает власть города-курорта Анапа. В этом много причин. Но основное это то, что люди, которые живут и строят жизнь в станице, очень любят свою малую родину. Еще один подарок Гостогаевской сделал депутат Госдумы Иван Демченко. Он вручил главному врачу участковой больницы ключи от автомобиля. Это машина для населения. Вот они наши пружинники сидят, наши пенсионеры, наши ветераны труда и войны. Чтобы их могли доставить, чтобы к ним мог участковый врач проехать в дом. Хоть к маленькому ребенку, хоть к пожилому человеку, но чтобы помощь пришла вовремя. И если мы спасем на ту жизнь больше, это уже большая заслуга. Также депутат пообещал уже в следующем году для Гостогаевской больницы приобрести аппарат УЗИ. Главные герои торжественного мероприятия – люди. Имена, которые звучали со сцены, хорошо известны станичникам. Имя боевое – герой Советского Союза Георгий Черный. Кавалер Ордена Славы Трех Степеней Петр Коваленко. Кавалер Ордена Мужества, награжденный посмертно Вячеслав Кривонос. Имя трудовое – кавалер Ордена Ленина Георгий Бойко, ветеран образования Ольга Сопко, которая проработала в школе более полувека. Александр Войтенко посадил не одно дерево, а целый сад. 18 лет руководил бригадой садоводов. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Конечно, крылья. Драмоты давали, я не осуществил, услышал только сейчас. Глава города Сергей Сергеев подчеркнул, что сделать необходимо еще многое. В первую очередь довести газификацию до 100%, построить в станице еще один детский сад. В итоге создать все условия для того, чтобы как можно больше молодых людей оставались жить в родной станице и возвращались сюда, закончив учебу.